Всем приветики! Сегодня чудный солнечный денёк, грязные окна, и вся мелюзга тут собралась под окнами. От мала до велика. Смотрите, вообще совсем малыши-карапузы и постарше. Что-то там решают, наверное, какие-то очень важные вопросы. Мы уговаривали Серёгу на велосипед. Ну, он ходит с самокатом, ему самокат очень нравится. И Серёжа говорит, а неужели ты не хочешь себе велосипед? Он говорит, вот это, на третий этаж его таскать, а это не моё. Говорит, негать мне на самокате больше нравится. Кстати, рюкзак. Мы рюкзак Сергея так ещё и не купили. Девочка такая, сейчас покажу, стояла, кинула рюкзак на асфальт. Типа, так и должно быть, что ли? Это был Сергей, попросившим. Я ему сменку скинула. Ну, бутсы. Бутсы и мячик тут же сразу в его сменке. Кстати, надо мешок, наверное, новый купить. Ой, мне так нравится наша чёрная тюлька. Вчера как раз вышел влог. У меня так прикалывают люди, которые, знаете что, так откровенно возмущаются. Типа, а чё это? Видео не выходит день в день. Ха-ха-ха. Я вам ничего не должна. Чё за бред? Я никогда не говорила, что видео выходят день в день. Иногда мне не хочется монтировать. Иногда у меня дела, я не успеваю. Такие интересные. У меня влоговый канал не в день в день. Нурику? Я тебя не прибью? А-а-а! А то так и пальцы ещё выбьешь. Здрасте. Всё. Футболисты готовы к футболу. А, ну так вот. В итоге я Серёже говорю, давай мы тебе купим велосипед. Короче, мы его уговорили. Надо его найти. Сергей там ищет, какой он хочет. Купим ему велосипед. Так, уже посрывались, уже посрывались. Главная проблема у себя в чём? Я бы взяла бы стремянку, мне не западло, что тут две минуты. Но я до туда не достаю. Надо ждать Андрея. Нам нужна стремянка больше, выше, я имею в виду. Так что вот, купим Серёже велик. Пускай на велике катается. Хоть он и говорит, что он больше любит самокат. Но я думаю, что велосипед он тоже полюбит. Тем более у всех его друзей велосипеды, вот эти как раз спортивные. Баймикс или как они там называются, я в них не понимаю. Так, я одела. Сейчас иду на улицу. Иду на улицу. На Валберес. Там пришла моя масочка. Чудная погодка на улице. Так что я решила, что остались последние деньки, когда можно походить в платье. Так что одела своё любимое платье, которое некоторые пишут. Ой, тебе классно. Кто-то пишет. Ой, тебе нельзя такое, ты же толстая. Полоска она ещё больше полнит. Вот. А мне пофиг, это моё любимое платье. И даже если оно меня полнит, мне всё равно. Всё, пошла я. Мусора немного, но я его всё равно взяла, потому что я же ела рыбу. Андрей тоже вчера ела рыбу. И оно так воняет, это просто жуть. А то в мусорке там вообще запаха. Поэтому лучше выкинуть. Месиво из голубей. Ну, Господи, такие голодные, как будто их никто не кормит. Мне кажется, тут через одного каждый что-то додает. Ай, что тут за кипиш такой? Прям друг на друге сидят. Даже пару раз мне клюнули по пальцам. Блин, у меня нет ничего. Какие. Голодные они сегодня. Особенно. Всё, всё съели. Пришла я домой, значит. Хочу немного повозмущаться. Маска стоит не слабых денег, да? Ну, как по мне, так она дофига стоит, да? У меня таких дорогих масок никогда в жизни не было. Матрикс. Я про Матрикс. Я её заказала, да. Но она пришла просто в пакете, чтобы вы понимали. Вот так вот просто на узелок вот так вот завязана. Вот в таком виде она пришла. Нормально. Матрикс, блядь. Да? За такие деньжищи, блядь. Она должна, я не знаю, как минимум в коробочке хоть какой-то быть, да? Они вот так вот в пакете. Так ещё плюс к этому, плюс к этому, она ничем не запакована. То есть здесь нету крышки. Да, аромат приятный. Очень приятный. Спора нет. Не знаю, посмотрю, как она в деле. Но я, если честно, в этом плане, в плане упаковки вообще разочарована. И ещё я разочарована в том, что нет даже вообще... Что это, блин? Что это? Я вообще в офиге. Ну, а так, ряженка в новой упаковке. Видите, просто стаканчик. Вот, кстати, в стаканчике даже удобнее. Удобнее пить. Но неудобнее... Я эти стаканчики потом мыла, и в них там, если что, колова там, если что-то оставалось. В этот уже, конечно, так просто не положено, а что он более такой гибкий, мягкий, мягкий. Мягкий, видите? Ну, ничего. Главное, ряженка. Кстати, я сейчас, наверное, набит прям поем. Попью, точнее. Попью. А, Серёжина рубашка тоже пришла в таком ужасном состоянии. Я просто... Я говорю, я не знаю, что произошло. Кто сегодня или там на днях стоял на упаковке, но рубашка тоже мятая в хламину. Поэтому я прям сейчас её показывать не буду, потому что она покажется не с лучшей стороны. Я её поглажу, и потом вам обязательно покажу. Серёжа мне говорит, пойдём посмотрим новый боевой пропуск. Давай. Показывай. Показывай. Чего уж на. С первой страницы. Такой себе. Это вообще кто? Танец Гвен. Гвен. Так, ладно, давай дальше. Дальше, да, давай дальше. Ну, вот это ничего. Ой, она мне что-то напоминает, знаешь, кого? Это, где собака-то была, как это, мультик назывался-то? Про провидение или какого-то? Ну, вот уже смотри, какой красивый он. Ага. Вот. Вот это я хочу. Воитель. Воитель. Ну, ты поняла. Ну, это понятно, это он же. Железный человек. Ага. О, банан. Ха-ха. Как он называется? Банамаха. Банамаха. Прикольный. Банан прикольный. Так, это опять стиль. Вот такая. Вау, вот это мне нравится. Ой, мне нравится у нее плащ какой-то дурацкий, блин. А вторая дальше какая она будет разработка? Слышь. Офигеть, вот это мне нравится. Подожди, а что она там танцевала-то? Танцевала? Вот это что? От склопивания. О, ну, кстати-ка прикольно. Да. О, в таком мне больше нравится. Это что у нас? Бриллиант. Алмазная Эмма. Алмазная Эмма Фроз. Угу. О, капитан Джонс. Джонс. Мистерио. Мне вообще таких не знаю. Все? Нет. Ну, это что-то с магией. Шури такая. О, вот это ничего, такая прикольная. И смотри. Поняла? Угу. Класс. Вот это прикольная. О, блин. Так, забираем сразу же с того баксом, где мы. Окей. У тебя есть еще? Ты вообще хоть катку еще проходил? Нет? Еще ни одной не играл? Нет. Вышла я, как обычно, вечером походить по стадиону. Сегодня прям аншлаг какой-то. Я не знаю, что случилось. Такое ощущение, что весь район пришел, решил походить по стадиону, поиграть, поупражняться и все остальное. Все здесь. Никита Стас, Стюша, Метелкин. Детей миллион, блин. Там целая куча. Ходят полно. Я просто удивлена. Столько народу не... Сейчас же, наверное, перед школой все поприезжали. Поэтому и людей много стало. Точно. Я думаю, что такое? Что происходит? Что это вдруг? Потому что я тут на днях была, вообще нас было трое. Я и двое мужчин. А сейчас прям... Фух. Целая куча детей, людей. Вообще, в целом. Чудная погодка. Тепло, хорошо. Так, мне сегодня было лениво идти на улицу. Хотя все равно в итоге придется. Ну ладно. Да, то хоть тащить не надо сильно. Я сделала заказ в пятерочке. Заказала воду клубничную. Заказала пятилитровую баклажку. Вот такую детскую. Вот чтобы самой не тащить ее. Я самая тяжелая заказала. Молока. Домик в деревне заказала. Так. Что тут у нас лежит? Сергей поел бутерброды. Я уже вижу. Тут кошмар. А, молоко надо поставить. Молоко. Ряженьку. Взяла вот такую ряженьку. 109 рублей. Терияки соус. Майонез. Все позаканчивалось. Сырный соус. Сразу тряснулся. Сыр твердый. Что это у нас еще? Сметанка. 15% домик в деревне. Пятерочки не было. 10% сметаны. Редиска. Господи. Вроде бы сезон редиски. Я не знаю, почему такая ужасная редиска. Я тут купила половину пакета была вообще гнилая вся. Помидорки полкило. Ну и картофан. Зато, зато мне не придется тащить тяжести. Килограмм. Пожалела уже мужчину. Думаю, а то ему еще и пятилитровые это тащить и все остальное. Думаю, будет ему тяжело. Думаю, если я не позабочусь о нем, так кто позаботится-то? Я понимаю, что у него эта работа. Ну не знаю, мне все время почему-то жалко доставщиков, что они понесут такие тяжести. Поэтому я как-то, знаете, всегда стараюсь не наглядеть сильно. А то я могла бы еще больше там всякого заказать. Но я подумала, нет, ему будет тяжело, не надо. И так вот. Все, дорогие, вот и вся распаковочка. Две минуты, а? А я посмотрела все видосы Нины Вовщика в Таиланде. Они, в принципе, и так молодцы, да? Грубо говоря, по пять видосов, по-моему, выкладывают. Ну, из них три там это пожрать. То, что когда они едят, я не смотрю. А вот то, что когда они там где-то ходят, где-то лазят, вот это я смотрю. И тут наткнулась на Пробуем Мир канал, да? Такие прикольные муж и жена вообще. А один прикольный другого. Такие тоже простые. Вот они тоже в Таиланде. В Паттайе. Класс. Ни фига себе, сказала я себе. Ну, а так дождь упорол. Такая молния сейчас была прям рядом. Я вот думаю, окошко стоит закрыть или нет. Я вот думаю, там сейчас такое ветроганище был, да? И в итоге, что вы думаете? Он дул куда угодно, но только не нам в окно. Вот он там. А, ну вы не видите, темно. Там деревья просто шатают, я не знаю как. Но в нашу сторону не ветерка. Хотя у нас полностью открыт балкон, полностью открыто окно. Вы видите, я даже шторку отодвинула специально, чтобы хоть что-то дуло. Но ничего. Время 0 часов 15 минут. Субтитры сделал DimaTorzok